всем привет друзья я еду на шопинг в италию баутлет пальма нова он находится примерно в 70 километров от венеции и примерно 200 километров от моего дома я вам покажу какие там есть магазины какие есть там цены какие там есть вещи если вам это интересно смотрите так подъезжаем границы вот так выглядит наша граница со словенией дяденьки праничники туда когда едешь документы не проверяют туда смысле в словении когда есть документы не проверяют обратно проверять документы а вот облака на гору окончательно забрались и поливает нас сверху дождичком пока не сильно он нам задаст вот ребят туда мы едем сейчас у нас развязочка будет и мы туда завернем ребята вот я приехала в аутлет пальма нова и вы можете вот я приехал в аутлет пальма нова и вы можете посмотреть как выглядит он в центре в принципе он не сильно отличается от наших аутлетов которые находятся в москве в например ближайшие камни это какая-то там деревня а белая дача также это все выглядит какие тут есть магазины давайте посмотрим на улице дождик идет смотрите что то есть бальдинини кервин кляйн бутеррай г я не знаю таких магазинов но это только часть да вы понимаете вот так вот он выглядит немножко помохну москина я вижу еще тут есть но тут много всяких марок кто-то марки собирает кто-то лазит в горах кто-то ходит в кандидатах кто-то в докторах кто-то книжки сочиняет кто-то чинит дельтаплан это мне не интересно мне все это пофига я балдею от гламура я балдею от гламура померить синие башмачки мне в принципе не подходит но что-то фасон не совсем мой как-то нога смотрится какой-то длинный и большой вообще красивый конечно посмотрите какие классные золотые туфли стоимостью всего шестьдесят девять евро классно у меня меньший размер и мне в деревне некуда такие одеть понравилось мне это платье прямо классно сколько стоит непонятно пойду выяснять магазин что тут еще из джинсовочки это кстати кельвин кляйн а цены какие-то давайте я вам покажу я правда цену на платье тут не обнаружила ребята сумочка из прессованной кожи стоит после скидки 69 евро эко скин эко кожа импрессованная газ магазин симпатичная небольшая все ребята я перемерила пять вещей из пяти одна более-менее ничего примерочный магазин с очень удобный одежду пришлось свалить на крючок нет никакой лавочки свет какой-то вообще непонятный в общем зеркало общего в зале нет как будто я не не в газ зашла непонятно куда у меня трусы от гучи от шанеля каблучки от юдашки на бюстгалтер темные очки слава зайцев самолично шляпку мне скроил а серега зверев личный паричок мне задарил шкаф уже я завалила и квартиру завалила все вещами завалила с ярлычками made in china я мечтаю в амстердаме спеть дуэтом с бритни спирс чтобы я со сцены гнали а меня просили нашли магазин в диалете эта марка по производству всяких кофейных аксессуаров и делает эспрессо варки гейзерного типа и я стою перед ее большой самой большой копией такая вот штука стоит 500 евро и я использую такую же только маленькую себе дома сюда наливаешь воду потом сладишь внутрь кофе и под воздействием тепла кофе с водой смешивается и испаряется верхнюю чашу и потом замечательный кофе очень вкусный можно пить а у меня другая марка у меня не биолетит у меня какая-то форевр вот неважно система одна и та же у меня дом в москве биолете вот так вот выглядит уже кофе но если бы она у меня не вылила сейчас на меня кофе был бы больше такая большая штука смотрите классно правда открываем что-то ух какая тяжеленькая вот в это в этот резервуар должно скапливаться кофе стоимость 500 евро с леной берковой сниматься я мечтаю в доме 2 жить в гламуре очень сложен просто кругом голова много книжек я читаю очень много я читаю много книжек я читаю ни хера не понимаю всю дорогу из италии нас сопровождал дождь он был очень сильным и уже на высоте тысячи метров дождь превратился снег причем очень сильный нас развернули нам до дома осталось пять километров мы хотели проехать эти пять километров через наш туннель лой был пас но там проявляет наличие цепей а у нас нет цепей не у мужа на машине не на моей машине надо кстати купить и вот хотя у мужа машина кроссовер там есть специальная кнопка для преодоления всяких путей с неровными дорогами но так как резко засыпало снегом лой был пас еще не успели там убрать снег чтобы предотвратить возникновение аварийных ситуаций на этом перевале не пускают машины без цепей так что зиме в астрии нужно готовиться как я уже предупреждала нужно всем купить цепи если вы планируете преодолевать дороги зимой снежную погоду вас просто не пустит и мы теперь едем в объезд и у нас крюк составляет 70 километров так что сегодня вечерком нам предстоит колесить и колесить по просторам австрии удачной дороге нам и вам поменьше попадать во всякие такие неприятные истории а за окном очень много снега вот первый пакетик что я хочу вам показать это магазин биолете магазин эспрессо варок хочу помыть скорее чашечки поэтому первого показываю вот чек две чашечки стоили 4 евро сейчас чашечки покажу вот такие вот две чашечки я купил они мне очень понравились очень люблю оригинальную посуду и мимо них не могла пройти спокойно рядом цена стоила 470 с 50 процентной скидкой 2 евро сделала в китае но дизайн итальянский вот такие теперь яблочные половинки будут украшать мою кухню и вот такую кучу пакетов мы купили ну честно скажу тут в основном пакеты мужа потому что основная наша задача была купить для мужа всяких необходимостей моих тут только пакетика три наверно хочу похваст с обновкой у меня белый кардиган из магазина интимиссими стоимостью 19 евро 95 центов состав шпаргалка значит 40 процентов хлопка и 60 процентов вискозы ну то есть вполне себе такой приятный вот такой вот все другие обновки мерить не буду я сегодня просто в нем уже одета поэтому вам решил заснять все остальное покажу просто так не на себе а вам понравился мой кардиган пишите мне в комментариях и 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 вот такой вот еще пиджачок и себе купила для ней они от фирмы зуке у нас она в москве не было неизвестно даже так в умереть фирма цена 20 евро после скидки означает на 20 929 я в нем есть на фотографии вот из примерчика А еще я себе купила такое вот замечательное платье от Анны Риты. Оно такое темно-зеленое. А вообще кто-нибудь слышал про марку Анна Рита Н? Я вот первый раз познакомилась с ней именно в Аутлете Италии. Вот такая цена была до. Изначально цена 174 евро. Потом она была 114, минус 70% и уже стало 34 евро 20 центов. Тут такие вот кожаные лямочки. Отдельно идущие. Необычная, но достаточно стильная. Мне понравилось очень. А вот смотрите, какое собрание из магазина Пума. Сейчас я вам покажу обувь, которую купил мой муж. И цены на обувь. И первая коробочка цена 35 евро. Стоили когда-то 50. Открываем в виде два кожаных ботинка черного цвета. Сверху кожа, подошва резиновая, внутри ткань. Вот, ну такие неплохие, симпатичные. Следующая коробка у нас когда-то стоила 100 евро. А сейчас стоит 35 зеленого цвета. Давайте посмотрим, что там. Открываем коробку. Видим опять черные. Кожаные. Интересная такая необычная, какая-то прозрачная такая подошва. Ну для австрийских мест вполне себе неплохая. Потому что в России очень пачкается обувь. Ну вот там в Москве очень пачкается, а в Австрии как-то поменьше. Вот такая подошва. Кожаные, симпатичные. Такая прелесть. Вот такая вот прелесть. А в этих, посмотрите, уже вовсю ходит мой муж. Вот такие вот пумовские. Причем они тепленькие. Внутри оторочка меховая. И внутри дальше теплая ткань идет. Так вот они выглядят. Стоили 38 евро. Ребята, летние обувь стоило 35 и зимние 38. Это чудесно, просто прелестно. Так, и когда-то до скидки сначала они стоили 85 евро, а потом 59. А сейчас мой муж взял их по 38. Ну они уже немножко. Видно, что он не ходит. В общем, мне они очень нравятся, классненькие. Супер. И муж говорит, о них очень удобно. А вот из магазина Эксельса такая штучка. Мы ее же тоже пользуемся. Она для соли и перчика. Мельничка. Два отделения. В одной черный перец, в другой крупная соль. И фишка этой мельнички в том, что ее надо крутить. И в зависимости от левой или правой стороны, высыпается либо соль, либо перец. Давайте посмотрим, сколько она стоила. Цена после скидки 16,71. Сегодня было очень личное видео. И я вам показала, что лежит в нашем семейном шкафу. Если видео для вас было полезным и вам понравилось, ставьте лайки. А если вам что-то не понравилось, пишите, что же не понравилось. Не забывайте делиться моими видео со своими друзьями. И всего вам доброго, друзья. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok